так ну что бы я хотел объяснить вот игра закон сил вышла в этом году где-то весной я на нее попал ну чисто случайно просто пролистывал видео на ю тубе у этого как же он куплинах вот он что-то проходил эту игру я посмотрел там что-то монетки надо искать какие-то там rpg какие-то составляющие детектив какой-то то есть такая увлекательная штука что мимо меня точно не пройдет ну и скачала собственно игру в чем фишка вот как бы объяснить людям вот заставка в виде так чувачок да вот этот главный герой фишка игры в том что она как бы выпускается по эпизодам на данный момент июль двадцать седьмое восемнадцатого года выпущено три эпизода из пяти и до конца этого года еще два эпизода должны выпустить вот производитель игры там какая-то французская студия big bad wolf и мне неизвестная то есть дело не в том дело вот в самой атмосфере игры почему играем не я бы хотел сейчас объяснить что к чему в этой игре заранее говорю что будут спойлеры по поводу сюжета так как на данный момент когда я записываю уже и и много раз все прошли там видео все выложили и данное видео будет тех кому интересно как бы сюжет или вообще просто про игру узнать от себя хочу сказать что прохождение которое я смотрел на ю тубе этой игры что первое что второе что третье эпизоды ведутся такими людьми как летсплейщики летсплейщики это которые играют и по ходу дела разбираются вот но даже смотря на их игру как они пропускают какие-то там важные интересные вещи спрятаны или еще что то я бы хотел сравнить со своей игрой так как первый раз когда я играть стал уже с первого прохождения с первого часа прохождения понял механику игры она достаточно простая не очень сложная по первости когда играешь охота прочитать все диалоги все варианты все концовки все развилки ну и как бы первый второй эпизод я проходил по разному на данный момент у меня пройден третий эпизод но на английском языке очень сложно было переводить про себя как бы и проходить как-то разбираться в загадках будут и как бы я провалился когда проходим первый раз прям когда такая игра вышла третья часть эпизод я там в какую-то дверь руку надо было засовывать чтобы какой-то рычаг там потянуть и я неправильно прокрутил эти диски то есть какую-то комбинацию неправильно подобрал и руку как бы мне отрезала но на этом моменте эпизод 3 заканчивается то есть либо откроешь дверь либо руку отрежет главному герою вот давайте по ходу дела значит посмотрим постараюсь вообще не буду говорить во время звучания голосов персонажей то есть вы будете слушать оригинальный язык и читать субтитры читать субтитры мне кажется тоже глупо перебивать и звук и голоса игры то есть я считаю это неправильно давайте с нуля с первого эпизода пройдемся до третьего проходить я буду максимально собирать все возможные всякие там предметы все вот эти вот и чтобы максимально было больше большая прокачка по прокачке тоже объясню по навыкам по всему то есть и что для чего используется по предметам давайте посмотрим так тут какие-то сохранения есть вот здесь я проходил в первом третий эпизод на английском давайте включим сохранения 3 и начнем ходить самого начала и Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Материн? Материн? О, черт! Твоя рука! Итак? Окей, это закончилось. Ты поставил это в безопасный месте? Да. Я уверен, что никто не следил меня. Не волнуйся, Сара. Никто не найдет. Ты абсолютно уверен? Да, я уверен. Правильно. Одна вещь осталась. Нет, Материн! Нет! Что? Вы потеряете свою голову? Нет, никакой способ. Если вы уберите меня, вы не найдете это. Это то, моя любовь. Никто не должен вернуться на это снова. Нет. Но я вернулась на тебя. Нет, Сара. Нет! 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 Вы можете разговаривать, Сара. Но вы будете платить, Сара. Да. Вы... Луи? Вы все в порядке? Вы все в порядке? Да. Я вернулась. Да. Вы все в порядке. Вы все в порядке. Вы все в порядке? Поехали, почему бы ты идти вперед, и я собираюсь общаться с тобой, хорошо? Ты уверен? Да! Я... 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 я уверен, я уверен, да. Хорошо. Я обязательно нужно найти Материн, быстрее. А я пошел, или что? Это не может быть реально. Я чувствую, что Датча пришла с мной. Что происходит с меня, для Бога? Я абсолютно нужно найти тебя, Материн. А, нет, сейчас пока еще ничего нет, нужно пройти дальше. И уже потом появится возможность в Эргентарь заглядывать и так далее. Давайте немножко еще пойдем, поговорим с Эмилией. Луи, during the trip, I had something I wanted to ask you, but we didn't happen to run into each other. Yes, Duchess? I'm not sure if you remember, but we've met before. At that time you were of two minds as to your choice of career. Tell me, what have you been up to since? Так, вот здесь объяснить, чтобы сразу вам преимущества выбора того или иного класса, они, ну, по началу игры там какую-то роль играют, но потом все навыки из того или иного класса можно получить. То есть, все способности дипломата, пятиста, детективы можно получить и прокачать. И самый эффективный класс, что я выбирал, это детектив. Так как здесь есть способности взлома и, ну, то, что пригождается в самом начале игры. Очень важные способности. Остальные, как бы, со временем они в диалогах больше нужны. и со временем прокачиваются, как бы, особо не теряется опыт. Так что детектив. Собственно, вот навыки. Чтобы, чтобы навык работал, нужно, чтобы он светился вот таким серым цветом. Следовательно, вот эти вот навыки, которые из других классов, они не работают сейчас. Чтобы, ну, какие-то, вот, очки действия тратить на навыки. Чтобы они вообще, как бы, были доступны, какие-то действия. Допустим, взломать замок, если бы я не взял, что бы он это... А, хитрость. Вот это вот, это взлоб. Если бы я его не взял, то нельзя было бы взломать в начале игры какой-нибудь сундучок, чтобы что-то с него достать. Вот. Значит, совет на будущее тем, кто будет играть, если вы взяли какую-то ветку уже, то не нужно сюда тыкать никакие вот эти вот очки навыков. Сейчас три. Нужно тыкать те способности, которые, по-вашему мнению, пригодятся в будущем. Ну, так как я уже много раз проходил эту игру, я определенные выбираю и прокачиваю. Вот, например, хитрость. Взлом я не буду брать, потому что оно здесь, вроде как, вначале мало пригождается. и какие-то ключи там есть, чтобы открыть что-то. Я возьму культизм. Вот. Навык стал доступен сразу, и мы можем что-то вот использовать. Замечать какие-то вещи, какие-то... какие-то вещи подмечать, чтобы с ними взаимодействовать. Если бы я этот навык не брал, то меньше доступного контента было бы. Так, мы на этом... Так, продолжим с навыками, потом посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот еще одна штука, которая называется «Возможность». Возможности эти доступны, и для них нужен навык активный. Вот как у меня сейчас активны навыки детектива. И если этих навыков нет, то возможность просто пропускается, и будет написана «Возможность упущена», там не хватает навыка и так далее. Если есть возможность, то дается несколько секунд на то, чтобы тыкнуть мышкой по определенной точке на экране. Их может быть две. Одна неверная, другая там верная. То есть, которая тыкаешь зелененькой становится. И возможность проявляется в том, что можно какой-то дополнительный диалог вести или какие-то вещи подмечать про себя, будет главный герой. Ну вот, личность, сама механика игры в том, что каждый человек, с которым вы знакомитесь на острове, обладает своим характером. К одним навыкам он может проявлять устойчивость, к другим – слабость. Пользуйтесь его сильными и слабыми сторонами. Столкнувшись с устойчивостью, вы потеряете, потерпите неудачу и почувствуете измождение. Воспользовавшись слабостью, вернете одно потраченное очко действия. Вот, и чтобы узнавать, к чему они проявляют устойчивость или слабость, можно смотреть в журнале. То есть, отдельно про каждого можно будет прочитать его, историю и так далее. Ну, звание – это вот, соответственно, при каких-то особых выборах или развилках, если поступать определенно, то будут идти звание. Может быть, они что-то удают, потом посмотрим в будущем. Ну, допустим, доверчивые, что доверился матушке вначале, и какие-то там преимущества, какие-то плюсы, какие-то минусы. Одно очко какого-то действия там добавляется или один навык какой-то прокачивается. Так, ну и заглянем в инвентарь. Так, тут какая-то книжка. У героя в инвентаре будут всякие книжки лежать. Вот как эта. Иоганн Каспар Лакотер, 775-й. Метод анализа характера человека на основе его внешности и особенностей черт лица. Психология плюс один. Очко навыков. Тут вещи. Лоток, который дала Эмили. Приглашение лорда Мортинера. Миссия Дорише, пишу вам, дабы сообщить о непростой ситуации, в которой я оказался. Полагаю, вы в курсе, что около месяца назад я пригласил вашу мать, Сарду Дорише, на свой остров, чтобы обсудить будущее вашего ордена. Она отгостила у меня до вчерашнего дня, а затем неожиданно пропала. Не хочу вас пугать, но мне пригодилась бы ваша помощь в поисках. Прошу вас приплыть на мой остров как можно скорее. Позвольте выразить вам свое глубочайшее уважение. Искренне ваш, лорд Уильям Мортинер. Маркиз Уэстфордшир. Вот таинственный лорд, который содержит этот замок. Ну вот журнал. Собственно, здесь мы смотрим персонажей. Эмили Хиллсброу. Устойчивость к логике. Английская герцогиня, приближенная к королеве Англии. О происхождении Эмили мало что известно. На политической арене она оказалась после свадьбы с пожилым английским аристократом. Вероятно, вступила в брак по расчету. Герцогиня действует осторожно, но выступает за свободу личности. Придерживается современных взглядов и пользуется большим уважением знати. Эмили быстро стала любимой посланницей королевы, а затем и личным секретарем премьер-министра Уильяма Питта, про который она вот говорила, что типа там встретились. Это назначение породило массу слухов и вызвало всеобщую зависть. Эмили, уже бывавшая на острове, с радостью приняла приглашение сэра Грегори Холма на знаменитый совет, который в очередной раз собирал лорд Уильям Мортимер. Ну, Дорише, собственно, это наш главный герой. Давайте посмотрим, что к чему. Молодой карижский аристократ, единственный сын Сары Дорише, он из самого детства общался с теми же людьми, что и его мать. Поэтому неудивительно, что в 14 лет он вступил в Золотой Орден Тайного Общества, которое возглавляло Сара. Мальчик схватывал молитву, но страдал от хронической головной боли и был вынужден принимать лекарства, прописанные матерью. Поднимаясь по карьерной лестнице, Уиль стал известен как знаток оккультизма и, наконец, получил возможность помогать самой Саре. К нынешнему возрасту он успел оправдать надежды своей матери. Все говорило о том, что в один прекрасный день Двильне Луи возглавит Золотой Орден. Какая-то французская организация, Тайная, этот Золотой Орден, пресловутый какой-то кардинал его высокопреосвященства, кардинал Джузеппе Пиаджи, посол Патри Пия VI, выдающийся оратор, Джузеппе Пиаджи посвятил свою жизнь служению Римской католической церкви. Папа Римский моментально узнал о его образованности и увлечении философией, тайно нарек Пиаджи кардиналом Интекторе. Благодаря доверительным отношениям с Пиен VI кардинал помогал ему направлять верующих. Пиаджи прибыл в особняк по приглашению сэра Грегори, желая повидать своего старого знакомого лорда Мортимера и представить интересы Ватикана. Вот собственно мать главного героя Сара Фастина де Рише, состоятельная французская аристократка. 34 года назад Сара возглавила одно из самых влиятельных в тайных обществе Золотой Орден. Сильная воля и железный характер помогли ей попасть в высший свет. В политические интриги, торговые сделки, государственные тайны, паратромальные явления Ордена было известно все. Сара добилась того, что влияние Ордена распространилось на Америку, Европу и Центральную Африку. Кроме того, она основала оккультный кружок внутри Ордена. Сара намеревалась передать дела своему сыну Луи и готовила его к этому с раннего детства. Пока что это 4 персонажа, которых мы знаем. Дальше будут появляться еще персонажи, и мы про них посмотрим. Здесь карта, собственно, Пейчала, Пирса. Навыки, которые мы выбрали. Можно будет каждый читать, смотреть и подгадывать, какую же подкачать. Звание – это, к примеру, время на использование возможности продляется на 50%. То есть какие-то фишки, плюшки, какие-то добавления. Допустим, если все прокачать способности, то на 10% опыта за выполнение задания больше будет. Черты – это зависит от выбора. Какие-то тут изначально были харизматичные, то есть какого черта определенная, которая изначально, скорее всего, была доверчивая. Это вы доверили смотри, то есть какую-то развилку прошли, сюжетную. И получается вот тут плюс одну очку психологии. То есть к навыкам добавляют паучку. Ну и, соответственно, если выбирают детективы, то стоимость развития навыков до определенного уровня, она снижена. То есть меньше нужно туда очков вкладывать. И все. Дальше. Вот здесь осколки янтаря. Если мы находим 4 осколка, мы добавляем себе еще одну очку действия. Очки действия – вот эти вот квадратики. Какое-то количество определенное нужно будет, чтобы какое-то действие выполнить. Которое позволяет выполнить нам какой-то определенный навык, который у нас вкачан в навыках. Вот. Они будут тратиться, их можно будет восполнять. Ну и так далее. Соответственно, вот 4 вида паучок, которые мы можем использовать. Мед. Останавливает 2 очка действия. Золотой эликсир. Снимает отрицательные эффекты. Ну, отрицательные эффекты – это, к примеру, если какая-то усталость там, или какая-то испугалась там чего-то главный герой. Растерянность какая-то. Она будет увеличивать количество очков действия, которые нужно, чтобы что-то сделать. Какой-то навык использовать. Вот. И чтобы все вернуть в норму, нужно будет выпить золотой эликсир. Якорцы. Якорцы временно показывают слабость и устойчивость собеседников, чтобы выпить. Ну, извините, 3. Так вот, якорцы – это какая-то трава, что ли, или что, которая позволяет 120 секунд где-то в этом районе, 2 минуты или 1 минуту, 100 с чем-то секунд, короче, позволяет видеть устойчивость и слабость собеседника при наличии небольшого количества вариантов ответов собеседнику. Где слабость будет подсвечиваться синим цветом, где устойчивость будет подсвечиваться красным цветом. То есть, устойчивость – это когда ты пытаешься манипулировать, а человек устойчив к манипулированию, он будет, навык стоит дороже или не будет действовать. То есть, человек не будет писать под твою дубку, грубо говоря. Карберитская вода позволяет применить следующий навык, не потратив очков действия. То есть, на навык надо будет, допустим, 5 очков действия, а у меня их всего 2, и можно будет выпить эту воду и не тратить очки действия и использовать навык, если он прокачан. Вот, с этим разобрались. Дальше. Еще, еще, кстати, вот уровень, вот здесь написано уровень, да, за каждый уровень дается, ну вот мы достигаем второго уровня, будет 3 очка даваться на прокачку вот этих вот способностей. И опыт, который мы получаем, зависит от предметов, которые мы найдем. Это раз. То есть, всякие предметы, их нужно по максимуму собирать. Это очень важно. Если не искать ничего, если все пробегать, пропускать, то опыта мы получим меньше, очков меньше, навыков включаем меньше и, соответственно, дальше будем меньше получать возможности, какие-то навыки использовать. И опять же, если мы используем какой-то навык или возможность чего-то подмечаем там, чей-то характер раскрываем, у нас увеличивается опять же этот же опыт. Ну и, соответственно, основные задания, которые мы выполняем, задания дается опыт. Но больше всего опыта можно получить, если собирать все по максимуму, то есть все предметы. Вот этим мы сейчас и займемся. Да, вот написано, что с этим метром не больше пяти штук можно собирать. Сейчас пройдем все и посмотрим, что здесь находится. Сейчас еще и все доступно, по-моему, поэтому нужно пробежать к мужичку. Он нам что-то расскажет. Вот после того, как он идет, будет уже доступна возможность полазить здесь основательно посмотреть. Письма лежали. Сейчас мы посмотрим. Добрый вечер, сэр. May I ask your name, please? Луи Мораз Деришей. М. Деришей, delighted to welcome you among us, сэр. You must be Sarah Деришей, сэр. I must tell you we are doing our utmost to find your mother as quickly as possible. What can you tell me about the disappearance of my mother? Two weeks have passed since sir's mother went missing. All the staff here have since been busy searching every nook and cranny of the island. But sir may rest assured, we shouldn't be long in finding her. And just what have you found so far? It would seem that sir's mother may be hiding on the island and regularly changing her location. But no one seems to know why she would find this behavior necessary. What do you mean? On several occasions, we have found leftovers of food, a few of her things, or even traces of campsites. The reason why we are searching the wharf again is because lights were spotted there last night. Where we are now? Indeed, sir. According to our information, lights were seen in the middle of the night, sir. After verification, none of the guests seem to have left the manor last night. We think that perhaps sir's mother was here. And did you find anything then? We discovered a certain amount of damage, sir, on the wooden part of the wharf. What type of damage? Broken barrels, mainly. We'll do whatever is necessary to have them rapidly repaired. But quite frankly, I can't imagine what sir's mother would have been doing with them. What could mother have been doing with barrels? Nevertheless, our search of the wharf hasn't been entirely unsuccessful, though. What do you mean? We seem to have found an object that would appear to belong to sir's mother. A handkerchief. The handkerchief is embroidered with the initials S.D.R. We came to the conclusion that they are the initials of sir's mother. Sarah de Richer. I have orders to give it to Lord Mortimer as soon as I see him. I know my mother. She's not the kind of go for a midnight stroll in the war for nothing. I've got to find out what the hell she was doing here. Where exactly did you find the handkerchief? On the landing dock, sir. The one you arrived by. Give me the handkerchief. I'll personally show it to Lord Mortimer. Well, I... I've traveled hard for several days in order to get here. Yes, but... Invited by your master. No, of course, but... Because my mother went missing right under your nose. Sir, please, I... And having only just arrived, you refused to give me her personal belongings? Of course not, sir. It was never my intention to contradict, sir. Here you are. I must return now. There is still much to prepare in order to welcome all the guests. It is indeed your handkerchief, mother. You must have come here for a specific reason. I need to know what it is. Let's think. What could she have been doing out here on this wharf? Так, ну у нас новый персонаж, слуга. Ну тут вообще все очень просто. Ну, по ходу прохождения игры я не встречался со слабостью, ой, с устойчивостью слуги к чему-то. У них одни слабости, там логика, еще что-то, допросы, всякие манипулирования. Они там по ходу дела раскрываются. Все слуги лорда Мортимера носят маски, порождая толки среди гостей. Истинная причина, известно только хозяину-собников. Ну, зачем они носят, я не знаю. Может быть, какую-то свою игру тоже там ведут. Так, ну давайте разбираться с пельчаном, прежде чем идти на юг. Разберемся с всем, что здесь спрятали. Так, вот мы можем перевести благодаря культизму, который я взял. Ну языкознания, это где-то в дипломатии. Тоже на выходах. Давайте переведем сразу. Ты не знаешь, мой сын, как маленькая искусство в мире. Я всегда согласен. Ну вот только и открылось, что у него устойчивость к убеждению. Мортимер вот этот. Так, давайте. Самое важное, это прям все, все закоумки проверять. Это, конечно, может быть, это не так. Это, конечно, может быть. Это, конечно, может быть. Это невозможно, чтобы подняться на острове, без того, чтобы было видно от 300 метров далеко. Какая бар из старого дворца. Эта страдающая бар была порвана довольно недавно. Эти края все остальные. И верхняя цепь черная. Если какие-то вещи встречаются в предметах, то все обязательно надо собирать, потому что в будущем они могут пригодиться. Ничего нельзя оставлять, потому что очки опыта идут за каждую вещь, каждый предмет который находим. This might just come in handy. The sack of seeds. It's unopened. No one seems to have used any. Some rope? Apparently no one's touched it for a good long time. The lantern. Nothing special. Let's see what's hidden inside. Let's look. Если смотреть письма по одному, то там будут разные варианты что-то прочитать. Что, кому, с кем связывается этот лорд-мортинер. Но нас интересует одно письмо, в котором подсказку оставила мать. Вот это вот письмо Люмей Сигару и Душуа. Тут только оккультизм дает возможность посмотреть, что там за подсказка, что там оставлено как бы она. Samuel Ritter Doshua. Mother, you test me even when you're not here. It's an anagram of Louis Moraz de Riche. You wanted to write to me then. Let's see what's inside this letter. So... Dear Samuel, My stay on Lord Mortimer's Island is going wonderfully well. As I find myself in such charming company, I plan to stay a few more weeks. Would you be so kind as to send me a gift that I'd like to give to our old friend Manuel Godoy? I would be most grateful. I have been told that he's going to join us here soon. I would like to mark the occasion. Thank you in advance. Yours devotedly, Sarah Faustine de Riche. What is your game here, Mother? What are these strange turns of phrase? I've never heard you speak like that. What's going on here? That you write to me under a pen name. Okay. But here you go even further by trying to avoid raising any suspicions should anyone else read it. I wonder if this Godoy is the person you came looking for. Think. Godoy. Godoy. Manuel Godoy. Why does the name sound so familiar? I'm guessing he's a man of some importance. Spanish, I'd say. But... I just can't put a face to him. Well, hope we meet to talk about it soon, Mother. I don't know what you've gotten yourself into this time, but... I'll bet you've got a lot to tell me. ... I'm still not sure. I love my Teller. I'm waiting to everyone for the matter. Maybe something in politics needs to be a computer. It was a skill to find out who the other was. Well, some Spanish technician. ... ... ... ... ... ... Вот, коллекционные монеты, это за них очки опыта дают. Их очень важно не пропустить. Ну, соответственно, глупо было бы пользоваться очки, когда у нас есть железный пруд. Это делает. Давайте посмотрим, что есть внутри. Есть книжки, и также книжки. Мистериум Космографикум, я знаю это книжку хорошо. Мама часто читала пассажиры от меня все время, и, в зависимости от того, что я могу видеть, это же, как у нее. Я кричусь громко, что случилось? Мама? Ну вот, про манускрипты пишут, что черпать знания, грубо говоря, получать очки навыков, будем в манускриптах. При окончании миссии или при начале миссии, при какой-то вот точке сохранения, будет возможность использовать манускрипт. Только как вы его используете, будет добавлено очко навыка, ну, очко к определенному навыку. То есть прокачается на одно очко. Ну, пудра это, наверное, порох. Сумку мы брать не будем, возьмем ключ. Насчет сумки, если она ее спрятала, значит, когда-то возьмем. Тоже у многих возникает такая мысль, что оставить ее или взять. Ну, не знаю, в будущем посмотрим, что будет, если мы ее оставим. Крепитая лошадка, полностью рустая. Не знаю, может быть полезной. Надеюсь, Матер не хватает на это. Да, это достаточно. Я думаю, что лучше оставить ее в баке здесь. Если она убежит все это, то это потому, что она думает, что может быть нужна потом. Вы кричите, почему вы вы найдете в манускриптах в среднем, Матер? Я не знаю, что происходит здесь, но вы, конечно, чувствуете, что вы в опасности. Ух, я никогда не хочу открыть, кричит. Ну, соответственно, это ключ от ворот. А, вот, вот. Представьте, первый раз люди проходят, а вообще сюда не попадают. Ну, очень важно, тут все прям рассматривают, любую возможность. Есть вот какие-то помещения, как этот, в которых много интересного. Всякие предметы, например, осколок интерьера. Ну, если взломать бочку с порохом рядом с морем, то она, наверное, порох будет сиреть. Да, дальше. Ну, вот, собственно, все, что можно было посмотреть. Вот печали мы посмотрели. Дальше про отдельно, хочу сказать, проведение то, что было в начале игры, которое герой видел. Несколько предположений. Есть вариант, что это правда, что это в реальном времени то, что сейчас происходит. И подтверждения дальше будут это. Есть вариант, что это, наоборот, неправда. Что это, как бы, запудрить мозги главному герою. И, исходя из вот этих точек зрения, нужно делать какие-то выборы в пользу этих видений. Или, наоборот, забить на них. Ну, судя по тому, что мы видели. Если вот эта Эмили была рядом с нами, а введение вы видели ее, то это либо было до этого, либо будет, опять же, будущее или прошлое. Введение мы видели. Либо у этой Эмили есть сестра-близнец. Что в будущем так и будет, что так и есть. То есть там эти тетки одинаковые. Дальше. То, что она выстрелила в нее в конце. Мы не увидели достоверно. Уберла она или нет. И тоже непонятно. И дальше будет, как бы, подтверждение тому, что она умерла. А потом она еще и живой откажется. То есть, полная путаница. Это прям, ну, самая большая загадка, наверное, на данный момент в игре. Правда его видения или нет. Ближе уже к концу, к середине, там, третьего эпизода, мы немножко будем узнавать про эти видения. Есть догадка, что Мортимер, вот этот лорд Мортимер, что он их называет каким-то образом, эти видения. То есть он не является обычным человеком, а каким-то там магом или еще кем-то. То есть, естественно, что-то здесь есть. Вот, ну, доказательств этому прям таких явных нет. То есть здесь либо все тонкая игра такая. Ну, сами по себе эти видения, они привносят в игру часть вот этого вот сверхъестественного. В общем, мы можем двигаться на сомне. Давайте двигаться на сомне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 who face a massacre organized by the accursed Republican tribunals. The church is literally being bled like a beast. Without your mother, hundreds of men of her cloth would have gone to the guillotine. She has made the services of your order available to us by organizing the priest's safe passage across the borders. Even if she does not share all her convictions, she always provided assistance. Young man, you can be proud to be her son. Be it only for her sake, always respect your name. Here, the letter I spoke of, it includes a list of about 15 names ready for departure. Be quick. Remember to tell Sarah when you see her. That time is short. Well played. All decide later when I'm alone whether to look at what it contains. The broken elements. Well, that's what I was talking about. They can influence the development of the story, so be careful to look at the side. Here is what you need to do for the whole game. They are sitting there talking, and we will see where it is. Here is a book, for example, and we will see where it is. The lives of the noble Greeks and Romans by Plutarch. A biography of the great men. Lord Mortimer certainly has a taste for staging rooms. так банка якорцев то к чему собеседник испытывает устойчиво здесь слабость тоже не более пяти банок вот монетка то что нужно пока у нас проходы закрыты наверх эти все закрыты чтобы вы понимали мы находимся во внешнем дворе мы никогда не были я никогда не был по игре никогда сюда не заходил вот вестибюр где камин здесь находимся вот дальше будет открываться потихоньку весь особняк saturn devouring his son good god how awful everything this painting is disturbing the first time i've seen brush strokes like this crucifixion of saint peter he was crucified upside down out of humility surprising for an entrance hall crucifixion распятие вроде мы не так нигде не валяется и и и и и и Продолжение следует...